Создание, обновление, удаление и выборка данных вполне весомый функционал. Достаточно для организации работы с несвязанными данными. Зачастую при реализации своего проекта мы сталкиваемся с тем, что нам нужно связать несколько сущностей между собой. Для связанных двух и более сущностей между собой используются три вида связи. Отношение один к одному, один ко многим, много ко многим. Рассмотрим реализацию каждого вида связи на ОРЭ. Отношение один к одному. Самый простой тип связи это когда элемент сущность ссылается на один элемент другой или этой же сущности. Реализуем прикладную задачу. У нашей сущности ОРЭ есть поле фио автора. Теперь вместо одного поля автор опишем отдельную сущность ОРЭ автор, с которой свяжем книгу. Опишем сущность автора. Это будет класс автор тейбл. Хранится все это будет в таблице автор D7. У автора будет три поля. АДИ, имя и фамилия. Все это описываем в getmap. Отлично, теперь у нас есть сущность автора. Свяжем с данной сущностью книгу. Мы сделали еще одну сущность у рем книги. Класс данной сущности будет book2.table и хранится он будет в таблице bookD7.2. Как видите, у нас нет текстового поля фио автора. Вместо этого поля сделали поле автор ID, в котором будет храниться ID связанного автора. И нужно описать связь, так как просто описать физическое поле таблицы, используемое для хранения связи, недостаточно. Делаем это с помощью класса ReferenceField. Это виртуальное поле, не имеющее фактическое отражение в базе данных. Но таким образом конфигурируется связь между ORM сущностями. Указываем имя поля автор. Именно к этому полю мы будем обращаться, когда нам нужна будет связь. Вторым параметром указываем класс сущности, с которым мы строим связь. Нужно указать полное имя класса вместе с namespace. В третьем параметре описываем, по каким полям связываем сущность и задаем в формате, похожем на фильтр и дрессиксы фильтр GetList. Ключами и значениями являются имена полей с префиксами. Zins. Поле текущей сущности. У нас это поле, хранящее ID автора. Автор ID. Ref. Поле сущности партнера. Здесь мы указываем ID. Это ID автора, связанная с данной книгой. При необходимости мы можем еще указать четвертый параметр, в котором можно указать тип подключения таблицы. Left, которая работает по умолчанию, Right или Inner. Теперь реализуем компонент, который у нас осуществит выборку всех книг и выдаст нам в формате название книги, имя автора и фамилию автора. Идем в публичную часть, где у нас установлен компонент, нами только что созданный. Открываем страницу. И как видим, нам вывелся массив книг в формате имя книги, имя автора, фамилия. Как вы заметили, поля связанных сущностей имеют автоматически сгенерированные имена. Используя алиасы, как я показал ранее, выборки, мы можем получить имена полей те, которые нам необходимы. Также, когда вы описываете связи, у вас есть возможность использовать множество связей с разными сущностями. В том числе вы можете строить цепочки связи. Например, у автора может быть еще связанная сущность город, а город связан с сущностью страна и так далее. И при выборке вы можете задавать выборку по этим связям. Например, выбрать книгу и получить кроме полей книги еще поля страны автора.